всем привет ребят сегодня будем собирать с вами интересную схемку эта схемка задержки нет не включение а выключение то есть вы нажали кнопку без фиксации и вам дается зависимости от емкости конденсатора определенное время через которое цепь разомкнется и будет отключать определенные устройства но тудрайв я читал что человек использовал данную схему для того чтобы задняя камера точнее камера заднего вида в автомобиле сразу не выключалась после выключения задней скорости я использовал подобную схему только на биполярном транзисторе для выключения автоматического выключения света в кладовке то есть я в кладовку заходил кнопку нажимал раньше постоянно с обычным выключателем забывал включать свет но электричество у нас дорогое поэтому надо было как-то экономить для этого я сделал такую штуковину было очень удобно нажал кнопку кладовку залез все что мне надо взял для своих самоделок вышел и я уже не запаривался о том что надо выключить за собой свет через некоторое время а именно у меня там было четыре минуты 4 минуты автомат выключал лампочку все в плюсе и сегодня решил вам показать как собирается эта схемка я нашел вариант не на биполярном транзисторе а на полевом тут rf 840 принципе тут можно любой н канальный транзистор использовать я буду использовать rfz 44 n можно rf 3205 можно 10 n 20 и им подобные опять же чтобы не про главное чтобы напряжение которое вы будете использовать не превышало напряжение реле и не превышало напряжение который может выдержать транзистор все поехали детали нас реле 1 тут на схеме сразу нагрузка мы будем ставить реле реле 1 конденсатор 2 транзистор 3 резистор 4 кнопка но не знаю кнопку будем считать за детали или нет хорошо 5 деталей поехали первое что нам нужно сделать зашунтировать резистором конденсатор тут указан 470 микрофарад я взял 2200 опять же ребята смотрите у меня 16 вольт микрофарад 16 вольт конденсатор уже заговариваюсь напряжение которое будет сюда подводиться не должно превышать напряжение конденсатора чтобы он у вас не хлопнул это первое второе емкость можете выбирать любую меньше емкость поставите более короткое время будет включена у вас освещение или что-то там еще больше емкость дольше будет во включенном состоянии резистор он разряжает конденсатор здесь 100 килоом установлена я поставлю один килоом потому что пока 2200 микрофарад разрядится это очень долго и в масштабе видео придется очень очень долго ждать не особо наглядно поэтому один килоом резистор конденсатор 2200 микрофарад транзистор и разве 44 н реле на 12 вольт кнопка без фиксации припаяли резистор то как мы припаиваем резистор конденсатору значение не имеет я имею ввиду прополярность как хотите припаивайте хоть так хоть так у нас имеет значение как мы припаяем конденсатор к транзистору у нас он электролитический полярный и по схеме плюсом нам надо подключиться затвору это у нас на самом транзистор если смотреть так скажем на его морду на его надписи крайний левый вывод туда плюс припаиваем минус припаиваем крайне правому выводу вот так вот что я сейчас вот и сделаю затвор исток у нас подключен теперь нам надо сток среднюю ножку подключить к любому из выводов вывода реле то есть тут два вывода это у нас обмотки реле катушка и подачи напряжения должно на щелкнуть реле 12 вольтовая пробуем все тут у нас контакты коммутирующие здесь у нас питание подается к любой из этих ножек подключаем среднюю ногу транзистора припаиваем можно даже вот так вот согнуть всего теперь нам надо подключить ко второму выводу реле провод от кнопки а второй провод от кнопки подключить затвору транзистора сейчас вам покажу как это у нас получается теперь тот вывод куда будет постоянно подаваться плюс на обмотку реле мы соединяем с контактом который нормально разомкнут с одним из контактов то две пары одна замкнутая когда обесточенный реле другая разомкнута вот который разомкнута пара к одному из выводов нам надо подать плюс то есть поставить здесь перемычку и осталось совсем чуть чуть дальше нам провода питания ход выход и запустим посмотрим что же у нас получилось но я вам так скажу схема рабочая обкатанная единственное что на полевиках и конкретно не пробовал но в целом суть этой схемы она абсолютно работоспособна устройство у нас собрано кстати как оказалось я вызванил на этой реле 2 разомкнутых контакта при обесточенном реле при подаче питания два контакта замыкается кстати данные реле мацушита япония 12 вольт и дальше уже данные сколько выдерживают контакты ток видите 12 контакт 14 обозначены все запустили теперь подаем низкое напряжение а то и в описании пишу что низковольтный допустим паяльник мне потом упреки шлют что я не сказал что он низковольтный оказывается есть такие идиоты которые включают в розетку 11 5 вольт кто-то вот всегда обижается говорит что ты людей оскорбляешь идиотами дураками называешь ребят серьезного ну как назвать человека который подходит к электробудке там написано не влезай убьет высокое напряжение а он один фиг туда заходит так включили смотрите вот все мы зарядили конденсатор импульсом теперь я ничего не трогаю просто наблюдаем потребление у нас порядка 0 6 ампер 057 можно считать что 06 вот смотрите сейчас у нас конденсатор разряжается с помощью резистора который включен параллельно вот он у нас этот резистор но я поставил один киловом тут можете вот эту цепочку подбирать как хотите все выключилась опять запускаем снова ждем когда выключится транзистор можно не ставить на радиатор он не в линейном режиме он либо включен либо выключен так что он не нагревается сколько бы не работало устройство далее ну если хотите можете поставить на радиатор если уже вот вам прям принципиально очень сильно далее вы можете коммутировать нагрузку не только 12 вольт но и к этим контактам подключать и лампочку на 220 чтобы она выключала но опять же вам тогда надо будет питание для основной схемы для обмотки реле и чтобы конденсатор заряжался то есть низковольтный источник питания нужен но опять же сетевое напряжение коммутировать можно вот такое устройство кто где будет применять это уже думаете сами у каждого фантазия по-своему заточена кто-то как я уже говорил на автомобилях применяет кто-то применяет в быту я вот в кладовке делал такой выключатель правда резистор у меня другой ну ладно не суть время задающего цепочка у меня была совсем другая у меня было 4 минуты что я говорю мне хватало с лихвой даже если я что-то не мог найти в кладовке мне вот это вот прям вот запасом хватало один раз где-то порядка четырех лет работала такое устройство и за это время один раз мне не хватило времени но я тут же протянул руку опять нажал на кнопку без фиксации и все что мне надо нашел так что использовать можно отличная вещица мне понравилось вспомнил эту съемку рылся в интернете и вот нашел только как я уже говорил на полевичке намного лучше и интереснее теперь кому интересно как сделать схему чтобы она работала наоборот то есть вы кнопку нажали а включение вас сразу не происходит она в прессе произойдет через какое-то время может кому-то для софт-старта надо то есть через резисторы заряжается огромные емкости а потом через некоторое время включается реле и эти резисторы они шунтируются то есть уже подается полное напряжение или еще где то вам надо задержку сделать включение кого-либо устройства без проблем напишите в комментариях если трое желающих будет напишет что нужна эта схема я обязательно ее соберу мы разберем вот эту схемку чуть переделаем я вам покажу как она будет работать там тоже можно задавать разное время до включения это будет задержка включения здесь задержка включения а я сделаю задержку включения то есть кнопку нажали и все ничего не происходит и через некоторое время контакты замкнутся и там уже будут включать и вам нужно либо лампочки либо какие-то приборы это неважно это уже сами решите на этом я считаю схему законченную кому понравилось ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал если еще не подписались не забудьте нажмакать кнопку колокольчик потому что если вы не нажмете вам не придут уведомления выходе новых роликов на канале а так вы будете знать что ролик опубликован и можете пройти посмотреть ставьте лайки пишите комментарии я желаю вам успехов огромное спасибо за поддержку потому что ваши комментарии ваши подписки ваши лайки это основная награда на моем канале я этому очень рад я понимаю что людям интересно что я делаю это не зря это очень круто действительно это вдохновляет очень сильно ну и конечно же я с вами не прощаюсь скоро увидимся всем пока